Прямая стойка, высоко поднятые руки, прямые удары. И Джонс также встал, видите? Понятное дело, надежда на то, чтобы загнать противника в угол, навязать ему там обмен. Нет, не думаю, что Дэд Вали хочет размениваться с Джонсом. Хочет его просто подавить, забомбить там, чтобы тот не успел ударить. Джонс не даст, не позволит, конечно. Дэд Вали уже боится этого удара в туловище, потому что он-то левша, он стоит опасным местом, печенью противника. Набрызгали что-то такое там. Поблик возмущается зря, потому что если бы кто-то находился на грани поражения, и рефери остановил бы бой, ну тут было бы понятно. А тут, в общем, идет такая вот игра. Ничья позиция не находится под угрозой. Все чаще и чаще Джонс бьет по туловище. И, в общем, совершенно запугал этими ударами Дэд Вали. Кто-то инициативу отдал. Вот это неприятно. Вот это, конечно, прям скажем, может бой. И прекратить вот эту травму. Видите, что Джон, Рой Джонс сделал сейчас. Увидел вот это рассечение. И не делал ничего. Просто ни одной атаки или контратаки не провел. Он опытный боец. Он знает, что сейчас все меры будут приняты для того, чтобы заклеить это рассечение. Руки выше и длинные прямые удары. Как можно дальше от себя. Вряд до два. Да, я думаю, что это результат действительно вот этого столкновения. И кто виноват? Думаю, что Джонс виноват. Здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дэд Вали понимает, что бой-то он проигрывает, конечно, и шансов выиграть нет. Никаких. Но нужно хотя бы выглядеть активно в бою против Джонса. Кстати, редкие попытки затолкать Джонса в угол и там, в общем, попытаться обрушить на него целую серию ударов. Раз за разом проваливается, потому что Джонс, если позволяет, а вернее сам отходит канатом, то вблизи он так может связать противник, что тот сам потеряется тут. Не знаю, откуда что, в общем, какие удары Джонс может выбросить. Джонс заметил, что этот балер пытается отбить удары в туловище. Бьет вниз предплечьем. Думаю, попытается ударить в голову. Скорее всего, слева. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как вы думаете, был нокдаун или нет? Это вообще сенсация. Я думаю, не было. Джонс, наверное, все-таки поскользнулся. Но выглядело эффектно. И самое главное, поверить в это. И Дельвале поверил. Пошел просто на добивание, как говорится. Навалился. Джонс абсолютно спокоен. Восьмой раунд. А восторгу в зале нет предела. Никто еще не отправлял на пол Роя Джонса. Абсолютно не возмутил. Нет, я думаю... Сейчас мы увидим повтор. Посмотрим, как это все выглядело. В углу Дельвале царит крайнее возбуждение. Все в восторге. Да. Ну, тут видно было, как разъехались подошвы у Джонса. Давайте посмотрим. А удар-то был. Было чистое попадание. Но, мне кажется, что этот удар не был причиной нокдауна. Видите? Вот от чего упал Джонс. Ноги разъехались у него. Хотя удар он и пропустил. Но удар этот был не жесткий, потому что Дельвале, вот на повторе видно было, пошел вслед за ударом. И жесткого соприкосновения не произошло. И потом видно, как Джонс вставал. Я думаю, что Рой Джонс настолько уверен в себе, что он даже не станет сейчас. Посмотрите, видите? Постоянно скользят боксерки Роя Джонса. Постоянно. Когда боксер подходит в свой угол, на него выливает столько воды. Так вот, я хочу свою мысль продолжить и сказать, что Джонс настолько в себе уверен, что он не станет сейчас доказывать всем, что вот он сильнее и мощнее, не кинется добивать этого Дельвале. Думаю, он будет придерживаться своего плана. Может быть, сработает немножко агрессивно. Насколько он быстрый, все-таки этот Джонс. Вы посмотрите, как он держит руки. Он успевает от колена поднять левую руку, прицелиться и ударить. И успевает. Успевает попасть. Успевает попасть. И бой идет как бы под диктовку рефери. Он даже не влезает. Туда не пытаясь разнять. Просто Джонс следует его команде. Шаг назад, говорит рефери. Джонс делает шаг назад. Пропал, видно, такой боевой наград. Настрой у Луи Ден Валли. Довольно дружелюбно они расстаются после этого раунда. Рой Джонс очень часто сейчас выступает в роли специалиста, аналитика, комментатора на той же самой телекомпании HBO, который показывает этот бой. И, кстати сказать, несмотря на его дурашливость и склонность к юмору, он, в общем, достаточно толковый комментатор. Его приятно слушать, хотя иногда, в общем, язычок у него острый. И он может, не щадя тех, о ком идет речь, но всегда по делу высказаться. Продолжение следует... 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 Ройт тут высматривает между делом влажные пятна на полу. Да, неприятно сейчас удар пропускать голвали. И снова Джонс отпускает его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джонс никогда не действует предсказуемо. Он бьет от положения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А тут еще, видите, перчатка отклеилась. Теперь уже поклонники Роя Джонса начинают возмущаться. Гул стоит, как вы видели, слышите, в зале невообразимый. И те, кто пришел болеть за Дель Вале, уже сейчас смирились с тем, что чуда не произошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кончается десятый раунд, и все, в общем, переходит. Такую фазу, прям, скажем, не очень увлекательную для многих. Потому что все понимают, что заставить Джонса действовать на максимуме в этом бою нельзя. Не будет он этого делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тем самым люди признают, что все зависит все-таки от него. Все усилия Дель Вале обострить бой, создать что-то напряженное, разбиваются. Такое вот эти действия Роя Джонса с линцой, эдак, в развалочку, без темпа. Роя Джонс дал понять всем, что он Дель Вале за опасность противника не держит, и стараться не будет. И это и понятно. Теперь вы понимаете, почему столько раздражения и иронии в адрес Роя Джонса среди американской публики. Он сам по себе, он не подчиняется правилам игры, он не хочет потакать вкусом публики, он делает то, что считает нужным. А поскольку до сих пор никому побить его не удавалось, то публике придется терпеть вот эти вот манеры этой самой суперзвезды. Снова развязалась перчатка. В общем, я не знаю, что ж такое там происходит. Бой, в общем, скомкан. Все благодаря этой компании в углу Луи Дель Вале. Видно, они настолько возбуждены сами, что, в общем, не очень внимательны при экипировке своего боксера. Понимаете, иногда мне кажется, что Джонс во время боя думает о чем-то другом. Ни о противнике, ни о бою, ни об его исходе. Субтитры создавал DimaTorzok Что опять? А, Джонс просто выбил ударом капу изо рта своего противника. А, Джонс просто выбил ударом капу изо рта своего противника. А, Джонс просто выбил ударом капу изо рта, который еще не имеет значения. Идя к вам, в общем, она не имеет значения. А, Джонс просто выбил ударом капу изо рта. Субтитры создавал DimaTorzok вот смотрите идет 11 раунд и только к концу боя рой джонс пару раз так это крепко вложился в удар несколько раз жестко ударил совершенно задергал своего противника задурил ему голову он постоянно угрожает ударом в туловище дельвале опускает руки сейчас в общем ему приходится действовать с оглядкой я боксер чувствует насколько что называется ощетинился его противник дельвале наверно почувствовал что в момент когда надо быть особо внимательным и осторожным мне кажется что джонс может боксировать еще столько же еще десять раундов и не устанет у тебя даже не запутался совершенно совсем вот эту нельзя сказать о луи дельвале он здорово измотан потрепан тут идет не такая небрежная вальяжная светская беседа в углу рассуждение в общем обмен мнениями дельвале способен только дышать дышать последний раунд публика разочарована не смог их любимец ничего поделать строим джонсон а самое главное рой джонс в общем-то как бы и унизил джонс вальвале тем что отбоксировал все эти 12 раундов с ним в пол силы так это как легко на тренировке валяя иногда дурака дергая запугивая замахиваясь и не нанося сильных ударов то есть он показал всем каков класс его противник ну даст он ему немножко повозиться даст он ему проявить себя конечно если бы положение дел положение роя джонса как победителя в этом бою что-то угрожало вы мы бы увидели совсем другого роя джонса уверяю вас тут дело бы кончилось очень быстро видите задергал противника запугал его вообще уже даже и руки не поднимает держит их вдоль тела а 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 интересно что районс никогда не апеллирует к рефери он всегда выпутывается из сложных положений сам совершенно отдал инициативу выгонивали же не предпринимает ничего последние секунды этого боя публика недовольна она разочарована недовольна ей не нравится что здесь не было ничего никаких падений опасных моментов и так далее а все это произошло потому что джонсу это не нужно А еще особое удовольствие Роуи Джонсу доставляет неудовольствие публике. Если оно, как он считает, несправедливо, он может его просто узугубить, что называется. Если зрителю не нравится, что Роуи Джонс на ринге валяет дурака, он будет делать это еще больше. Увы, бывает, что боксера ведут аккуратно, подставляя ему слабых противников. Но что делать, если нету сильных для такого бойца, как Роуи Джонс? Это может стать причиной деградации даже такого великого боксера. Потому что правило в боксе только одно. Боец растет от противника. Не от тренера, не от тренировок. От уровня сопротивления. Роуи Джонс сопротивления в последние годы совершенно не встречает. И недаром он подумал о том, чтобы перейти в супертяжелый вес. Он был готов драться с Холлифилдом, с Тайсоном. Но я думаю, его вовремя отговорили от этого. А в этой весовой категории до 80, до 79 килограммов равных ему нет. А ведь Роуи Джонс вырос из средневеса. Я уже говорил, что противники друг друга очень хорошо знают. Потому что Луи Дилвале был спарринг-партнером Роя Джонса. И боксировал с ним много раундов. Знает все его уловки, как ему кажется. Но как выяснилось, этого недостаточно. Чтобы сделать даже заявку на победу над Роя Джонсом-младшим.